Здравствуйте, дорогие домичи и гости нашего старинного города. Понимаю, понимаю, открывая 14-й Альп-арт-фестиваль, участниками которого становятся высокого уровня музыканты и не менее высокого уровня альпинисты, я по-хорошему, конечно, должен был выглядеть совершенно иначе. Нет, я понимаю, галстук, сорочка, пиджак, все это очень хорошо, но под сорочкой тогда должно быть термобелье и лыжи под сорочкой, об этом позже. Ну, по крайней мере, трекинге ботинки должны быть обязательно. За спиной рюкзак литров на 50, ну хотя бы фонарик на лбу. Вот так. И мне вас лучше видно. Да, конечно, я могу согласиться с тем, что кто-то может возразить, что это вещи несовместимые, но поверьте, я думаю, что вы хорошо знаете, Альп-арт-фестиваль объединяет людей, умеющих сочетать вещи трудно сочетаемые. Ну, например, плохую погоду и хорошее настроение. Эти люди выносливы на восхождение и нежны в песне. Как они умудряются вырваться на несколько дней из плотных графиков рабочих будней, чтобы соединить для себя радость творчества и величие гор. Уверен, друзья, вам эти чувства близки и понятны. А посему принимайте поздравления от президента Федерации альпинизма и скалолаза Нитомской области, президента Международной академии гор, человека, придумавшего этот удивительный фестиваль, несущего все тяготы и радости его организации. Сергея Астахова, арт-директора фестиваля Альп-арт Татьяны Лариной и проректора по социальной работе ТГУ Сергея Кулижинского. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Кулижский АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, дорогие гости, мы рады приветствовать вас в стенах национального исследовательства Томскому государственного университета и повод для этого не отдельно. Во-первых, вы знаете, что в этом году исполняется 410 лет городу Томску. 210 лет со дня основания великой Томской губернии. и 136 лет Томскому государственному университету. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно же, череда мероприятий будет продолжаться и далее. И мы с благодарностью приняли приглашение поучаствовать в этом благодаря энтузиазму Сергея Астахова, как здесь было сказано, и его друзьям-партнерам. И сегодняшний концерт – это одно из тех мероприятий, которые запланированы, и я думаю, что оно оставит приятные впечатления у слушателей. Мне еще раз хотелось бы, уважаемые зрители, поблагодарить вас, что вы нашли время и пришли к нам в университет, и пожелать вам приятного прослушивания. АПЛОДИСМЕНТЫ От себя хотел добавить, мне очень приятно, что столько людей собралось. На самом деле, очень приятно делать такие мероприятия, когда есть такой прекрасный отклик и такое внимание к нашему мероприятию. Спасибо университету, который все так здорово организовал, помог в этом сложном процессе. Спасибо нашим музыкантам, которые приехали из Москвы, привезли солнце. Видите, сегодня оно все теплее и теплее. Мы, кстати, сегодня сходили, начали свой фестиваль с посещения театра «Живых кукол» и смотрели такой замечательный спектакль «В поисках солнца», очень актуальная получается такая история. И там солнце нашлось, в этом прекрасном спектакле, который показывал Владимир Захаров. В принципе, видите, уже солнце у нас появилось. Мы сейчас поедем на Алтай в поисках солнца там, найдем там солнце. Конечно, там режим чрезвычайной ситуации был еще недавно. Были закрыты дороги, но мы с культурой, своими песнями поможем, наверное, восстановлению. Мало того, мы везем с собой гуманитарный груз. Несколько организаций общественных нам в автобус сейчас привезут, что могут. И мы такую миссию еще попутно исполним для жителей Республики Алтай. В общем, всем спасибо. Я думаю, что все у нас получится. В общем, все будет хорошо. Но не только на Алтае случилась чрезвычайная ситуация. Дело в том, что у нас тоже произошел форс-мажор. И вчера вечером, когда мы все вместе ехали в аэропорт, позвонил мне Сергей Яковлевич Никитин и сказал, что у него очень высокое давление, стенокардия. И его доктор-кардиолог запретил ему куда-либо ехать. Я хочу, чтобы вы, наши друзья, наши слушатели, поняли Сергея Яковлевича, потому что я его знаю очень давно. Я очень много с ним сотрудничала и очень много с ним ездила на гастроли. Такая ситуация в его творческой деятельности произошла впервые, что он не смог приехать на гастроли. Я была с ним в разных ситуациях. Он выходил на стену с температурой 39 и пел концерт. Потом ложился в кровать, но пел концерт. Но это сердце. Он перенес инфаркт несколько лет назад. У него стоят шунты. Я думаю, что мы с вами не имеем никакого права рисковать его сердцем. Мы желаем ему здоровья. Я ему звонила сегодня, он себя чувствует лучше. И он хочет приехать осенью. Я думаю, что Сергей Астахов поможет устроить его сольный концерт. Я думаю, что мы все желаем ему огромного здоровья. И мы попали в эту чрезвычайную ситуацию и летели ночью в самолете с моими друзьями, коллегами, прекраснейшими музыкантами и с теми музыкантами, которые живут в городе Томске. Перекроили всю программу. Я надеюсь, что вы получите сегодня эстетическое наслаждение. И мы вместе с вами. Спасибо. Огромное спасибо вам, Таня, Сережа. Загадываю и желаю, дорогие друзья, два Сергея на сцене между Невитанией Ларина. Все у нас получится. Сергей Яковлевич сказал, что у нас право быть первыми в этом списке. Если вдруг мы захотим его увидеть, он обязательно к нему приедет, потому что чувствует себя несколько неловко за то, что произошло. Еще раз извините, пожалуйста. Но музыканты у нас очень достойные приехали. Я думаю, будет прекрасный вечер. Вы это оцените по достоинству. Спасибо большое. Сережа, Таня, не уходите, пожалуйста. Смотрите. Давайте пожелаем Сергею Яковлевичу здоровья. Передайте ему о том, скажем. Наш большой привет и поклон. Мы начинаем. Эх, хорошо-то как. Я не буду много говорить. Вообще постараюсь сегодня не говорить совсем. Мне, как и вам, очень хочется услышать этих удивительных музыкантов, увидеть и почувствовать их удивительных людей. Пусть начинается наш праздник. Увидимся на вершине. Наш праздник открывает студия джазового вокала «Рэгтайм». Добрый вечер, другий друзья. Добрый вечер, другий друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Позову я, господи, я, господи, я, господи, я, сезон, Ваши народы, чеки, я, сезон, И мы начнем все сезон, Ой, да пошут роды, чеки, я, сезон, И мы начнем все сезон. Губы духой, я, ны, я, думы потаём, ны, я, Бестолковая любовь, головка забубённая, Белая долгая любовь, головка забубённая. А сейчас выходят из книги от наших коллективов, и они споют с удовольствием песню, которая называется «Оттепель» из одноимённого сериала, написанную Константином Меладовым. «Оттепель» «Оттепель» «Как 새 дster» «Как идти путем вслед за тобой» «Если б ты беспятала » Мой друг, и что теперь Я думала, это весна, а это у тебя А как я была влюблена Мой друг, и что теперь Я думала, это весна, а это у тебя Приходи ко мне, хоть по краешку Хоть по сне, по лесе страны Я тебя упаду, и в инкомишках В глубину моих глаз до силы А как я была влюблена Мой друг, и что теперь Я думала, это весна, а это у тебя А как я была влюблена Мой друг, и что теперь Я думала, это весна, а это у тебя Я думала, это весна, а это весна, а это весна А как я была влюблена Мой друг, и что теперь Я думала, это весна, а это у тебя Я думала, это весна, а это у тебя Это у тебя Это у тебя Это у тебя Песня, которая прозвучила сейчас, написанная Леонидом Марголиным на стихи Иосифа Бродского. Называется она «Пилигримы». И мы бы очень хотели посвятить ее, на наш взгляд, великому томскому скрипачу Виктору Королеву, который не так давно ушел от нас. В память Виктора Сергеевича. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слыкивают сорницы, звезды стают над ними, и крикла кричат им птицы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Падуа Падуа Продолжение следует... Падуа Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Падуа Падуа Вечный покой Сердце тряпли обраду Вечный покой Для седых пирамид А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг А для звезды Что сорвалось и падает Есть только миг Ослепительный миг Пусть этот мир Долетит Долетит сквозь столетия Но не всегда По дороге вместе Чем дорожу Чем рискую на свете я Мигом одни Только мигом одни Только мигом одни Чем дорожу Чем рискую на свете я Мигом одни Только мигом одни Только мигом одни Только мигом одни Счастье дано Повстречать В беду еще Есть только миг Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Именно он Называется Жить 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 Томского Политехнического Университета Еще раз Подтверждение Заречательная фраза Поставишь ниточку чувства И дальние с любовью Придут к тебе Исполнительницу Которую я сейчас Огромным удовольствием Хочу пригласить на эту сцену Многие слушатели Знают как джазовую вокалистку Но круг ее музыкальных интересов Включает в себя и этническую И неоклассическую музыку А вот диапазон возможностей Позволяет свободно экспериментировать С самыми разными музыкальными стилями Дорогие друзья Встречайте на сцене Виктория Чековая За роялем Композитор Джазовый пианист Кандидат в физико-математических наук Заслуженный артист России Великолепный Виктор Фридман Аплодисменты У меня остается то добавить Что я еще умею носить пепитеры Аплодисменты Аплодисменты Два слова о Виктории Чековой Я с ней знаком до всего Может быть две недели Мы готовились специально К этому фестивалю Но За это время Она успела спеть На двух Прекрасных концертах В Центральном Доме Работников Искусств Причем один из этих концертов Был в памяти Аллы Николаевны Баяновы Стало бы Понимаете Какой это был репертуар И второй Концерт тоже был Не менее значительный И там тоже Вика показалась во всей красе И Надо сказать Что она очень понравилась Московской публике А Здесь же она в общем-то своя Она же Сибирячка Так что Встречайте ее Пожалуйста Несколько песен Первая песня Называется Марк Шагал Блестящие стеки Роберта Рождественского Музыка Известного По-видимому всем Ушедшего уже К сожалению жизни Барда Виктора Берковского Послушайте Столько лет прошло с тех пор как она умерла Где ты теперь Мамочка На небе Или на земле А я здесь Далеко от тебя Мне было бы легче быть я к тебе поближе Я бы хоть взглянул на твою могилу Хоть прикоснулся бы к ней Ах мама Я разучился молиться и все Реже и реже плачу Но душа моя помнит о нас с тобой И Грустные думы приходят на ум Я не прошу тебя молиться за меня Ты сама знаешь сколько горестей мне суждено Ну скажи мне мамочка Утешит ли тебе моя любовь Там где ты сейчас На том свете Раю На небесах Смогу ли я дотянуться до тебя словами Обласкать их Обласкать тебя Тихой нежностью Из книги Марка Шагала Моя жизнь Он старый Он похож На свое Одиночество Ему о погоде Рассуждать Совершенно не хочется Он сразу с вопросом А вы не из Витебска Пиджак старомодный На мацканах вытерся Нет Я не из Витебска Долгая пауза А после слова Монотонные и пасмурные Тружусь и хвораю В Венеции выставка Так вы не из Витебска Так вы не из Витебска Нет Я не из Витебска Он в сторону смотрит Не слышит, не слышит Какой-то Какой-то не здешний Далекостью дышит Пытаясь до детства Дотронуться бережно И нету ни кан Ни лазурного берега Ни нынешней славы Светло и растерянно Он тянется к Витебску Слово растерян Тот Витебск Его Пропыленный и жаркий Приколок земле Каланчою Пожарной Там свадьбы и смерти Моленья и ярмарки Там зриют особенно Крупные Яблоки И сонный Извозчик По площади Катер Так вы не из Витебска Катер Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку, Тем не менее, и жаль, что я не извиняюсь. Спасибо. Следующая песня – это «Белая лебедь на чистых прудах». Стихи такие ажурные, музыкальные, поэта Юрия Юркинка. Песня эта вообще посвящена памяти моего друга, замечательного артиста Валентина Юрьевича Никулина. Мы попросим еще помочь нам Татьяну Ларину. И Дмитрий Аверхинков. И еще Дмитрий Аверхинков на просидорах. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Есть что-то, сон здесь, осень, зима, спи. Сон здесь, осень. Есть старая-старая песня, довольно печальный рассказ. Как всех англичанок прелестней, гуляла в саду как-то раз. Мисс Эвелин с папой и мамой, с прислугой, обвешанной четками, с неведовой старой дамой, с щенком и двенадцатью теткой. Но кроме прелестной той миссис, лорд Честер в саду это был. Любовный, почувствовав кризис, он сразу навек полюбил. Мисс Эвелин с папой и мамой, с прислугой, обвешанной четками, с неведомой старой дамой, с щенком и двенадцатью теткой. Став сразу румяным от счастья и вскрикнув на целый квартал, в порыве бушующей страсти он к сердцу навеки прижал. Мисс Эвелин с папой и мамой, с прислугой, обвешанной четками, с неведомой старой дамой, с щенком и двенадцатью теткой. Хоть страсти пылал он, как пятно, но все же однажды в тоске, Хоть это весьма некорректно, повесил на толстом суке. Мисс Эвелин с папой и мамой, с прислугой, обвешанной четками, С неведомой старой дамой, с щенком и двенадцатью теткой. Такой вот печальный рассказ. Снова приглашаем Татьяну Ларину и прозвучат стихи Юрия Леведанского «Светлый праздник». На музыку Виктора Флинмана. Светлый праздник бездомности, Тихий свет без огня, Ощущение бездомности, Августовского дня, Ощущение бессменности, Пребывания в тиши, И почти что бессмертности Своей грешной души. Вот и кончено полностью, Вот и кончено с ней, С этой маленькой повестью Наших судеб и дней, Наших дней перемеченных Торопливой судьбой, Наших дух перемеченных Странных судебств. Полдень пахнет кружением Дальних рощ и лесов, Пахнет вечным движением Привоксальных часов, Ощущение безвечности, Как скольжение по льду, Запах ветра и вечности От сковеек в саду, От рассвета до полочи, Тишина и покой, Ощущение бессмертности, Пребывания в тиши, И почти что бессмертности Своей грешной души. Вот и кончено полностью, Вот и кончено с ней, С этой маленькой повестью Наших судеб и дней, Ней, Ней. Аплодисменты Сейчас еще одна Получительная история, Тоже из репертуара Баяновой, Написала уже она. История про Дона Пасхуале, Который прохлопал Своё счастье. У Дони Лауры Испанки беспречно Имеется домик С балконом, конечно, И вот под балкон, Хоть его и не звали, Явился с гитарою Дон Пасхуале. И взявший аккорд За отсутствием дел О розах и грезах Имеется домик Имеется домик И шепчет лауром, вздыхая влюбленно, Как времени много у этого дона. Скорей бы, скорей бы вы с песней кончали, И к делу выступим, о, Дон Паскуаре. А вон Паскуаре, воздрась в небосмол, О розах и грезах поет и поет. А вон Паскуаре, воздрась в небо, О розах и грезах поет и поет. А вон Паскуаре, воздрась в небо, О розах и грезах поет и поет. А вон Паскуаре, воздрась в небосмол, О розах и грезах поет. А вон Паскуаре, воздрась в небо, О розах и грезах поет. При первой улыбке весенней лазуре Женился Дон Федоро на Дон Малауре. Вон Паскуаре, воздрась в небосмол, О розах и грезах поет. Вон Паскуаре, воздрась в небо, О розах и грезах поет. Спасибо. Вот так вот мы пытаемся реагинировать наследие великой артистки Аллы Миколаевны Маяновой. Вот как раз в мае исполнилось бы сто лет за нее рождение. Послушайте еще песню о Куджаве Влада Шаловича, которую он написал. Он написал несколько песен к приключениям Буратино. Но известно, что песни, которые он сочинил, не вошли в это действие, которое было на телевизоре много лет назад. Но эти песни обрели свою жизнь и вот они исполняются. Помогут, как всегда, Татьяна Ларина и Дмитрий Альерченков. Дмитрий Альерченков, я думаю, что вы нам все тоже поможете, потому что там невозможно не запеть всем вместе. И в мае исполнилось бы девяносто лет было от Шалча Куджаве. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОРТИСМЕНТЫ Весь полу стелить. Но вдохновение для представления Разве возможно за деньги купить? Но вдохновение для представления Разве возможно за деньги купить? Можно построить из вымысла в дом. Можно устроить и празднество в нем. Но не построится и не устроится Счастье твое, но несчастье чужое. Но не построится и не устроится Счастье твое, но несчастье чужое. Счастье твое, но несчастье твое, но несчастье чужое. Не покупается, не покупается Добрые имя, талант и любовь. Счастье твое, но несчастье твое, но несчастье чужое. песни душой владеет любой векуре чековая виктор притман татьяна ларина и дмитрий оберченков но и так далеко не отпустим просто есть предложение давайте немножко похулиганим но так принято на альф-парк фестиваль я даже знаю кто нам вать он сказал похулиганить потому что не совсем классическая авторская песня у меня получается получается я не знаю я стараюсь сделать просто хорошо у хорошего нет жанра и этого стиля вот так что но я спаю что получается песня называется не супер я я посвятил посвятил вот сейчас как бы когда мама если обращаться дорогие дамы рядом с вами есть мужчины всегда как правило либо сейчас они справа или слева может быть они дома вас тут может быть прячутся где-то но в общем они есть и обращайте на них внимание почаще вот такая песня про про мужчину который рядом с вами у дивана стоят плачет на стуле висит этим утром все люди спят а супермен не спит снова он усилен героически честно отработал обе смены отдыхают все периодически нужно отдыхать и супермену нужно отдыхать и супермену как же так можно шире себя губить все для кого-то к матери черта такую работу как он все могли если поверили но и стараются и супермен только он остальные стесняются супермен вздыхает устало в сотый раз говорит себе хватит не то чтобы платят мало просто вообще не платят все как-то навалилось в совокупе и требует реальных перемен а он давно уж не уверен что он супер и даже сомневается что мэн серьезно сомневается что мэн как же так можно шире себя губить все для кого-то к матери черта такую работу как он и все могли если поверили но и стараются и супермену не только он спины стесняются ужин сегодня не супер запах в подъезде не супер дороги дороги центральной тв еще по сути очень много не очень и ты хочешь ли не хочешь но пошу странно ночи и как ни крути но он нужен всем в любом небоскрым В любой халупе, никуда без него Потому что он мэн, потому что он супер Он всех спасёт, он лучше всех Он просто суперчеловек И станет нам легко-легко Лишь только мы заметим в облаках Его трусы, его трекор Как же так можно жить, себя губить Всё для кого-то, к матери чёрт Атакует работу, как он Мы все могли, если поверили Но не стараются И супермен, только он С дольные стесняются Спасибо А можно добавить гитару в монитор, пожалуйста, вот сюда? Ещё Ничего не прибавилось О, вот Отлично Ну всё, сейчас классическая песня Ну, классическая в плане компонента на гитаре Я думаю, что это Вот так должно быть У меня вообще про мужчин много песен Это вот про этих, про целый цикл Песни про мужиков Вот И я, ну, все 38 не буду петь Я спою, вот Сейчас ещё одну Песня про Егора Ну, собственно, про Егора и его друзей Всё Странный человек Егор 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 боится гор И скал и холмов боится Как увидит гору, так обомлеет Но Егором гора угорает Ничего ему не помогает Спокойно внешне, а внутри Гори гора, гора гори Умный в гору говорят, не пойдёт Умный гору говорят, обойдёт Попробуй-ка её обойди Гора сзади, гора спереди Ох, и страшная эта гора Но с проблемой справляться пора И вот красный, как помидор К горе подползает Егор Хочет гору он раскопать Землю по полю раскидать Но спускается с горы Игнат И Егор Игнату рад Говорит ему, давай помогай Бери вот лопату и копай Но в обморок упал Игнат Потому что боится лопат Но тут подошёл Рустам И стали копать тут и там Но в обморок упал и Рустам Потому что боится ям Но тут подошёл Антон Казалось бы, храбрый он Но упал и давай валяться Потому что боялся бояться Но тут подошёл Константин Высокий, синеглазый блондин Но в обморок упал без затей Испугался лежащих людей Катя, Маши, Юли, Гали На всякий случай тоже упали Все попадали, как забор Остался один Егор Спасибо Солнце село за горой Под горой Сейчас Солнце село за горой Под горой Герой Егор, Егор, Герой Небо красным окрашено Страшно Спасибо Следующая песня У меня таких вот половина про мужиков А половина вот таких сейчас как будет Такие песни, которые просто пронизаны Написаны в таком состоянии И они насыщены необъяснимым оптимизмом И идиотической радостью Улыбайтесь чаще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Летом пух летит снизу вверх, И всё как будто по наружку. У меня всё плохо, как у всех, Может, даже хуже немножко. Ни семнадцать мне, и ни двадцать, Пора бы относиться к себе бережней. Если бы не надо было часто улыбаться, Я не знаю, как бы я это всё пережил. Шла бы плохая погода, по улице грязь и повсюду вода, Взялся своими руками, мы голыми, мокрыми за провода, И побежали баровками, звёздами, брызгами по городам. Да, да, да! Или кто-то гуляет по парку, Межут берегу на филипп, Злыми собаками, белотоком, спиной, берусь и прилип. Я кинулся бы помогать, и, конечно, в бою бы героям погиб. Кип, кип, ура! Всем бы взять да успокоиться, Всем бы взять с полгода отпуску, Перестать нарезать по городу кольца, Сотрясая воздух по пусту. Я бы взял какой-нибудь тур потом, И дышал бы уже не так и не здесь. Был бы я этаким Ваней Ургантом, Приторно весёлый и везде. Пальвы бы мана допогала, Бегиня, песок и повсюду вода, Встретил девизу такой красоты, Что ещё не встречал никогда. И под луной, а под шум океан, Она пошептала бы да, 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 да! Или же тот и гуляет гораздо кричал, Всющая экстаз, как хорошо! И, конечно, лавина на них побежала бы в раз, И, конечно, бы всех до последнего спас. Спас, ас, ура! Но город держит, будь то пенза, Будь то, как ты пели, Попробуй вырвись из объятий стальных. Все врут, вру я сам себе, Что уж говорить про стальны. Всё будет хорошо, всё пройдёт, Жить будет лучше, жизнь станет слаще. Вот потому я и улыбаюсь, как идиот, Вот потому так важно улыбаться чаще. Теперь вы! Это сложно поначалу. Спасибо, да, я спутал, Это идиотическая радость, Это другая песня была. Это наоборот, Это перспективняк такой. А вот сейчас Другая песня. Я даже не знаю, что про нее сказать. Она, в принципе, Название достаточно. Песня называется Песня ни о чём. Вот даже есть три человека, Который знает эту песню, Да, в которых есть интернет. Вот значит... Ну, это всё. Ещё маленький был, говорили, Пойдёшь в школу, Там классно. Тебе понравится в школе всё. Вот прям с первого и до последнего класса. Пришло время, Дали портфель, Надели двор, Мы отправили к восьми утрам в школу. Я пришёл, смотрю, А чё-то как-то всё и не по приколу. Грязные тряпки, Тройка в четверти, Подъём в семь утра, Столовка, Сменка, Училки, Вот эти, И физра, И ветра. И вот это всё друг за другом, День за днём, День за днём, День за днём. Думаю, чё-то школа как-то Не о чём. Песня не о чём. Песня не о чём. Не о чём. А потом был универ, Хороший, Престижный, Старый, И понесло их друг за другом, Семестры, Сессии, Пары, Пары. Я хорошо учился, Я получил даже красный диплом, Но так-то, Если подумать, И диплом не о чём. Если не о чём. А потом познакомился с девочкой, С хорошей семьей, Хорошая фигура, Машину водила ровно, Готовила вкусно, И сама, короче, Такая не дура. Хорошо мы даже с ней пожили, Два года до съёмной квартиры вдвоём, Но однажды с утра просыпаюсь, Смотрю, Не о чём. И песня не о чём. А потом устроился на работу, Доход хороший, И печальный. Начальник молодец, Потом как-то бас, И я сам начальник. Наверное, лучше было бы стать учителем, Или мрачом, Потому что вроде всё есть, Но всё как-то не о чём. Есть не о чём. А потом поехали с жилой на Мальдивы. Она меня замучила. Поехали, поехали, Там красиво. Приехали, А она опять. А чё у тебя всё время Морда кирпичом? Да я не знаю. Да я не знаю. Эти мальдивы. И вот я думаю, Что когда прям умру, Встану у рай ворот. Бог выйдет навстречу, Скажет, Ну чё? А я в ответе открою рот, Буду просить у Бога, Дай пожить немного, Дай пожить ещё немного. А он посмотрит на меня вот так, Скажет, Нет, так не пойдёт. Ты оглянись назад. Чё ты там сделал? Ну так, По чесноку боюсь, Я тебе здесь Ничем помочь не смогу. Я буду говорить, Как же? Неужели прям хуже всех? А он пожмёт белым плечом, Скажет, Нет, ты нормальный чувак. Ну как-то... И вот я прихожу домой, Валю в кресло, Совсем усталый, Включая радио, Хочу послушать радио, Любимое радио, Никакое попало, Всё достава, Хочется чего-то приятного, Для души, Нерезкого. А там по радио Какой-то Кураевский. Дети этих придутков Так и будут на радио пускать, Так далеко не уйдём. Ладно бы песня была хорошая, А то и песня Ни о чём. Песня Ни о чём. Песня не... Простые слова. И главное, морда, кирпичок. Сейчас я спою песню, После этой песни я сам могу Уже объявить, да, И там уже не... Ну, то есть у нас там тракт будет. Немножко перерыв, А потом будет второе отделение, Дальше ещё там есть музыканты, Которые ждут всё ещё своего выхода на сцену. Я не заходил, Ещё одну... То есть, Вась, я ни о чём, да? Я просто... Да. Ну, что, целое второе отделение ещё будет, А я-то уже всё. Ну, я, ладно, раз ушёл, Ну, шёл, всё равно. А значит, там в фойее есть столик, Там диски можно приобрести. И всех, практически всех, наверное, участников, Даже некоторые, которые таки не доехали, Диски всё-таки привезли. Вот, так что можно много там всё приобрести. Ладно, я поехал. Песню, я всегда её завершаю для своего выступления, Она называется очень скромно, Я пришёл на эту землю, чтобы делать хорошо. Вот, я написал её про себя, Но для всех, кто ещё не определился. Вот. И я, значит, я считаю, Что очень удачно совместил в этой песне Два фольклора. 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 Русский, ай-лю-ли, вот такой текст. И американский. Yeah. Сейчас там, если захотите, вы можете подпевать. Это там очень просто. Сейчас вот я покажу. Ай-лю-ли, а, нет, сейчас. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. У меня есть какая-то отметина, Но что это, мама не ответила. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. И в консерватории особенного Я был какой-то особенный. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. Теперь иду осторожненько, Верный своей дороженькой. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. У меня есть какая-то миссия, И я уже не боюсь ее. Я пришел на эту землю, Чтобы делать хорошо. Ти-би-ди-ли-ли, ти-би-ли-ли. Я пришел на эту землю, Чтобы делать хорошо. Ти-би-ди-ли, ти-би-ли. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. Ну, много есть разных тем же, Где люди занимаются тем же. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. Ну, не такой, не такой я. У меня своя история. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. В мире много насилия, Просто мир пока не знает Василия. Ай-лю-ли, yeah. Ай-лю-ли. Я верю, все это лечится. Я спасу человечество. Я пришел на эту землю, Чтобы делать хорошо. Ти-би-ди-би-ди-ди. Я пришел на эту землю, Чтобы делать хорошо. Ти-би-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Знаю разных я, ребят. Дело делают, дело не любят. В торопях и нервы теребят. А я купил себе гитару, Надо начинать с себя. Я пришел на эту землю, Чтобы делать хорошо. Оп, бля, хорошо. Вот и все, я пошел На эту землю, Чтобы делать всем ништяк. Оп, бля, и ништяк. Вот и все, как-то так. На эту землю, Чтобы делать хорошо. Оп, бля, хорошо. Вот и все, я пошел. А ведь и правда хорошо. Василий Уриевский, мои друзья. Спасибо, Вась. Огромное спасибо. Вась. Вот он. Он с нами. Альф Барт рулит. Спасибо большое. Ну, увидимся. Я расшифрую то, Что хотел вам сказать Василий, До того, как он сделал. Всем хорошо. Значит, по интернету Мы можем обнаружить не только песни, Но и пообщаться с Сергеем Яковлевичем. И вот буквально несколько мгновений назад Он передал вам большой привет По почте электронной. И просил сообщить, дорогие друзья, Что те билеты, которые вы сегодня Приотвели, И по которым вы сегодня попали в этот зал, Будут являться Таким праздничным, скидочным талоном На тот концерт, который состоится, Обязательно состоится в сентябре. Сохраняйте билеты. 27 килограмм удовольствия, 27 килограмм счастья Прибыло из Москвы месяц назад Лично от Сергея Яковлевича. В этом весит столько счастья. Это диски. Непосредственно Никитина. Всех замечательных исполнителей, Которые были на этой сцене, И которые еще появятся. А замечательная последняя книжка Юный морец. И все это ждет вас в фойе. 15 минут на то, Чтобы разобраться с этим счастьем. Через 15 минут вернемся. Спасибо. Знаете, что и артисты, И многие друзья, Которые находятся сегодня в этом зале, Садятся в автобусы, И прямиком. В предгоре Алтая, Он же рок, Завтра утром он уже будет там, А там уже сайм, понимаете. И несмотря на паводок, Будут звучать песни, Люди будут их слушать. Будет слушать их. И Алтай, И вода обязательно, Обязательно отступит. Как можно не отступить перед песнями человек, Который сейчас выйдет на эту сцену. Перед его искренностью, Перед его трепетом. Дорогие друзья, Для вас поет автор и исполнитель, Гость 14-го фестиваля, Может быть, и вы автор, Григорий Донской. Встречайте. Здравствуйте, друзья, дорогие. Замечательно, что Столько Светлых Лиц В зале Прекрасные музыканты Были в первом отделении И появится Еще во втором отделении У этих замечательных музыкантов Почетная, Помимо прочего, Почетная Миссия Улучшать, Воспитывать Наш Художественный Вкус Наш С Василием Ульевским Поскольку мы с Василием Ульевским Единственные Барды На этом фестивале У Василия Фрик Бард Я просто Бард За что Держаться Барду В компании Хороших музыкантов Друг за друга И за Конечно же Ну за главное За душевное А в душе Должен быть Свет Поэтому песня Болит Конечно же О главном О пользе Электричества Вот этот Аккомпанемент Этот аккорд Сейчас прозвучит Он базовый Для авторской песни А аккомпанемент Уже Василий Назвал Классическим Вот это Классический Аккомпанемент Этот термин Можно взять На вооружение Классический Аккомпанемент Самое Главное На свете Электричество Так решил Однажды Крутов Егор В жизни Он не на виду Но Ваше Величество По части Электричество Все зовут Его Электрикон Четвертого Разряда Не из Престижных Это Ремесло Но Он Придет И Вкрутит Чего Надо Куда Надо И В мире Жить Становится Светло Живет Он В нашем Доме Дом Наш Хан Актиризуется Как Неблагополучный Хулиган Да Хмыри Но Появляется Егор Егор Электризуется И Хулиганом Вызывают Скорое Ноль Три Электрикон Четвертого Разряда Не Из Престижных Это Ремесло Но Он Придет И Вкрутит Чего Надо Кому Надо И В мире Жить Становится Светло Жена Его Известна Она Актриса Дюза С Режиссером Они Ищут Как Явить Страстей Накал Но Появляется Егор Егор Электризуется И Режиссер Находит То Чего Из Колонны Режиссер Режиссер Без Разрядом Оно Конечно Из Престижных Ремеслов Но Чем Не Надо Делать Как Как Надо Лучше Надо Глядишь Оно И Жить Становится Светло Да Он И Сам Боим Сыграл В Любви Позоре Славе Он Отстрадал Бы За Народ Слов Громких Не Боюсь Но Пьесы Нет У них Такой А то Говно Что Ставят Сплошной Какой-то Модернизм Паратон Что Матерюсь Он Выручал Меня Не раз Бывает Что Дычишься Остенул Бом А там Тупик А там Ничего Нет Но Он Найдет Слова А В них Такое Электричество Что Опила Меня Током И Открывался Свет А Если По Тебе Катком Пройдет Цивилизация Искусство Просвещение Минфин Верховный Суд Ты Помни Есть В тебе Душа А вне Сигнализация Электрика Незваная Электрик Тут Как Тут Электрик Он Четвертого Разряда И Из Престижных Это Ремесло Но Он Придет И Вкрутит Чего Надо Куда Надо И В мире Жить Становится Светло Троллейбусами Едешь И Ты Едешь Электричками Повсюду Напряжение И Сколько Раз Несчесть Бывает Вспомнишь Про Егорова Видно Что-то Необычное Возможно Электричество Особое В нем Есть Он Не Герой И Не Мессия Он Реализуется Несложной Схеме К жизни Душою Прикипев Он Просто В жизни Появляется И Жизнь Болеризуется И В песне Это Пишется И В песне Есть Припев Электрикон Четвертого Разряда И Из Престижных Это Ремесло Но Он Придет И Вкрути Чего Надо Куда Надо И В мире Жить Становится Светло Так Получается Что Второй Год Мне Выпадает Такая Большая Удача Приезжать На Альп Барт Арт Фестиваль Ак-тру Получается Так Что Это Вся К раз В канун Дня Рождения Саня Сергеевича Пушкина И Соответственно День Русского Языка Это будет Завтра Я Спою Песню Которая Посвящена Поэту Которая Отсылает К старой Легенде Античной Греческой Легенде Об Ивиковых Журавлях И О поэте Ивике Который Был Согласно Легенде Убит Когда шел На большой Праздник В Каримф Единственные Свидетели Гибели Поэта Были Журавли Но Благодаря Этим Журавлям Были Убийцы Найдеры Они Выдали Себя Сами И Ивиковы Журавли В памяти Человеческой В культуре В истории Это Символ Бессмертия Это Символ Существования Высшей силы В мире Которая Восстанавливает Утраченную Справедливость Утраченный Закон Ивиковы Журавли Утраченную Закон Исну Субтитры сделал DimaTorzok Снега бросит душа только снега, Будто с родиной коми земли. В придорожном осколке неба Кружат и вековые журавли, Кружат и вековые следопыты Над распаханной гнилью полей. И стучат в облаках копыты черных И вековых журавлей. Снега бросит душа только снега, Чтоб покой навсегда навек. Инфантильный чудак Онегин Смотрит с грустью в двадцатый век На балтийские серые лужи, На скелеты стальных кораблей. Смотрит в небо, а в небе кружит Стоя и вековых журавлей. Снега бросит душа на просторы, Руси на петлицы солдат, На погоны святым майором, На архангельский чинный смрад, На церквей оловянные срубы, Где Господь так страшно высок. На мои деревянные губы, На просольный поле весок, На обугленные села, На расхристанные города. Ну а в небе такие веселые, Летят вороны в никуда. Только выше, у самого солнца, Еще жуче и веселей, Изумрудное сердце бьется Черных и дыковых журавлей. Снега бросит душа на просторы, Будто за родиной комы земли. В придорожном осколке неба Кружат и вековые журавли, Никуда нам от них не деться, Чтоб не слышать их голоса, Чтоб не били в самое сердце Их говаровские глаза. Так печальное это пение, Затеряться бы да умереть, И мне думается, это спасение, Даже если зовется смерть. По столетиям, как по ступеням, Бегут реки, по ним корабли. И смеется Онегин, что смерть нам, Если в небе летят журавли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как могу не быть с тобой, я парень от земли, моя родня, лесорубы. Если я к тебе приближусь, наверное, помру. Но сначала я узнаю, как горьки твои губы, твои губы горчат, что папироска на ветру. Если правда жизнь лошадка, что бежит по ипподрому, я тот всадник без башки, что нарезает круги. А ты глядишь на меня, но возвращаешься к другому, и я не понимаю, как ты можешь быть другим. Я парень от земли, моя родня, лесорубы. Если мне тебя не видеть, наверное, помру, пускай давно всем известно, что горьки твои губы, твои губы горчат, что папироска на ветру. Но есть на земле еще праведная сила. Эту силу на земле зовут Господь Христос, и я скажу Господь Христос. Вот роза лучшая из роз, для этой розы самой нежной душа моя навоз. Господь подымет десницу горя, но тангельские трубы, если я услышу трубы, наверное, помру. Но и в раю буду помнить, как горьки твои губы, твои губы горчат, что папироска на ветру. Бывает и меня счастливыми лучами обласкает судеба, и я стою сам не свой. А ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой. А ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой. На следующую песню я, пожалуй, могу спеть и на этом инструменте, Василию Урьевскому. Тем, что эту песню я обещал женским людям сегодня спеть, и не могу ее не спеть. Может быть, если я ее спою сейчас, то дальше будет легче, и уже как бы отмучаюсь, потому что без нее никуда. Эта песня написана для нормальных пацанов, и чтобы не делать жизнь нормального пацана еще более тяжелой. А жизнь нормального пацана и так она тяжела, непроста. В твоей этой песне два аккорда. Пока это для меня это достижение в авторской песне. Песня на двух аккордах. В аккордах первую я уже, можно сказать, сыграл. В час, когда над страной угроза того, что не скоро наступит рай, Я выбираю Деда Мороза, и ты давай, что, Деда Мороза выбирай. Они, Дед Морозы, бывают разные, не только синие там или красные, зеленые, коричневые, вообще любые, черные бывают, бывают голубые. Бывает нестандарт, бывает классика, бывает одного у Деда Мороза нет классика. Бывает, надавишь на него, а он вздыхает так, что красная шапочка отдыхает. В час, когда над страной угроза того, что не скоро наступит рай, Я выбираю Деда Мороза, и ты давай, что, Деда Мороза выбирай. Лучшие выборы — это Новый год. Мороз не президент, он честен, пьет. Мороз, он не партия, он действует без шума. Прикинь, из Дед Мороз в Государственная Дума. Выбери Деда Мороза правого, Выбери Деда Мороза левого, Единрожского, типа Косолапого, Выбери Дедовского, Выбери Деда Мороза левого, Главное, выпери, не зря же тебе право выбирать. Выбери, вспомни, зима сорок первый год, Мороз победил, он никогда не умрет. Каждый знает в его команде План Деда Мороза, победа Лапландии. В час, когда над странной угроза Того, что не скоро наступит рай, Я выбираю Деда Мороза, и ты давай, что, Деда Мороза, выбирай. Сначала выбирай, потом голосуй. Разницы не будет, но ты не комплексуй, не комплексуй, Что Морозка оказался не такой, Какой он на картинке нарисован большой. Большие Дед Морозы, это все химера. Знаешь, Дед Мороз небольшого размера Удовлетворяет большую страну, Про это написали уже книжку не одну. Ты че вообще не читаешь? Выключи дуру, давай, Начинаем же читать литературу. Наша сила написана, что Сопорность, а это означает Большую Дед Морозность. Час, когда над страной угроза, Да вот, чтоб не скоро наступит рай, Я выбираю Деда Мороза, И ты давай еще Деда Мороза выбирай. Главное, сюрприз отличать от подвоха, Сюрприз хорошо, а подвох это плохо. Не думай, что кто-то что-то скрывает, Просто без сюрпризов Дед Морозов не бывает. Может, например, оказаться Дед Морозом Крупный Буратино со сломанным носом. Не надо кричать, бежать в прокуратуру, Просто рассмотри его кандидатуру. А че ты хотел? Ну, такая страна, но она родина. Ай, елки, да палки, береза, да осина, Ну че, давай выбирай, Буратино. Час, когда над страной угроза, Того, чтоб не скоро наступит рай, Я выбираю Деда Мороза, И ты давай, Деда Мороза выбирай. Я выбираю Деда Мороза, И ты давай, Деда Мороза выбирай. Вот там выбирают Деда Мороза, И ты давай, деда Мороза выбирай. Я хочу пригласить на сцену сейчас Музыканта, великолепного музыканта, Исполнителя, Гитариста, Аранжировщика, Моего коллегу, Друга, Человек, которого я невероятно уважаю, Ценю и люблю, Роман Лангин. Нам подумают, что сегодня должна прозвучать песня Из таких теплых мест. Как-то хочется тепла. А нам как хочется. У вас тут теплее, чем у нас. Эта песня будет пуэрт-риканская, написанная на русском языке. Мне кажется, роману удаются песни. Почти спала себе, конечно. Но надо сказать, что на поэтическом поприще роман уже делает первые шаги, и некоторые люди слышали от него пластишки, которые народ приписывает Роману Лангину. И мы их не будем сегодня цитировать. Но как композитор Роман Лангин делает еще более уверенные шаги. Почему я это говорю? Иногда мне удается услышать, роман об этом роман скоро раскрывает, но иногда это скрывает, но иногда в записях доходит до меня исполнения моих песен на концертах Романа Лангина. Я не узнаю мелодию. Я часто, я очень часто не узнаю слова. И мне этот вариант, сначала я боялся вариантов романа Лангина, его вариации, импровизации, но потом я смирился, и со временем мне это начало понравиться. Причем каждый раз мелодия и слова получаются новыми. Да. Это просто память, конечно. Итак, песня пуарториканская с простым пуарториканским названием Иосиф. Написано для пуарториканского народного инструмента куатро, который может звучать вот так. Риша, я тоже скажу совсем немножко, Гриша это единственный музыкант, мне известный, а я, поверьте, не знаю много музыкантов, который в своих музыкальных экспериментах дошел до того, до чего не доходил еще ни один гитарист. Он ставит каподастер так, что играть практически невозможно. Обратите внимание, в общем-то вся полезная площадь гитары, она, в общем-то, заключается в четырех-пяти ладах. Мне кажется, что это гениально. Вот такие успехи от дружбы сердца не прячь, и от любви не прячь, На берег идёт Мучачо, Мучачо зовут Иосиф. И это имя Иосиф, Оно как сон соплики, Скажи ему, если встретишь его В Пуэрто-реке. Споём, Иосиф, Жизнь прекрасна, Сегодня ясно, И завтра ясно. Споём, споём, Печаль отбросим, Споём, Иосиф, И вина нальём. В Екес и Мона Смотрят влюблённо На голубое Одеяние прибоя Идут товары В местные порты, Но всё, что нужно в раю, Закар и пляжные шорты. Споём, Иосиф, Жизнь прекрасна, Сегодня ясно, И завтра ясно. Споём, споём, Печаль отбросим, Споём, Иосиф, И вина нальём. А здешние ригу, Их называют коки, Они поют нестерпимо, Когда наступают сроки. Иосиф взрослый, Он слышал про это, Иосиф знает уже, Что такое ракета. Военные базы, натура, Курорты, вино и моллюски. И эти простые аккорды И песня поётся по-русски. О чём ты поёшь, Иосиф, Куда ты идёшь, Иосиф? Иосифа ждёт Тамара, Она как певцу гитара. Споём, Иосиф, Жизнь прекрасна, Сегодня ясна, И завтра ясна. Споём, споём, Печаль отбросим, Споём, Иосиф, Но сначала бы нальём. От дружбы сердце не прячем, И от любви не прячем, По жизни идёт мучачо. Мучачо зовут Иосиф, И яроет имя Иосиф, Оно как солнце в веке, Так передай ему при встрече В Пуэрт-Аринине. Споём, Иосиф, Жизнь прекрасна, Сегодня туманно, быть может, Но завтра опять станет ясно. Споём, споём, Печаль отбросим, Споём, Иосиф, И вина на рьём. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Друзья, Нашего коллега, Он, конечно же, укусная девочка. Это наш пентю dicht, Казуán Ист, фрик-барт, конечно же, Василий Мирьевский. Василий не только сочиняет удивительные песни, но при этом еще освоил очень сложный инструмент. Во-первых, это маракас, как вы увидели, шейкер. Во-вторых, это вот эта вот трубочка, которую очень любят использовать на футбольных матчах. Но Василий использует ее с музыкальными целями. Пожалуйста. Вы поняли? Это мастер. И специально, чтобы мастерство это сейчас продемонстрировать, мы исполним песню, которая называется «Просто сапог». Эта песня посвящается... Некоторое посвящение, как я понял, мне кажется, нужно сказать, посвящение тем людям, которые помнят вот эти вот маленькие пирожки. Помните? Были такие пирожки? Нет, нет. Каблучки мы даже сказали. Это вот такие маленькие машины «Москвич», которые вот ходили. Грузопассажирские. Грузопассажирские, да. Ну, они очень пассажирские, они даже скорее, наверное, грузовые. Ну, в общем, в народе называют это все сапог. И хвала по стране осталась на ходу. Почти ровесник мне о том и речи ведут. Один бы, что я мог, а с ним и ураган. Его зовут Сапог, меня зовут Роман. Я из простых парней, и он простой москвич. По семь рабочих дней в неделю и не хнычь. Нам говорят, смеясь, пора вам на фтормет. Но в кололёдке грязь у нас простоев нет. А без бою, как узнать, что стою, Так поёт солдат в строю. Песня становится судьбою, Мне скажут, вот Сергей, он может сто пятьдесят. А вот ещё Сергей, он может сто шестьдесят. А я скажу, стоп, в час мы можем под уклон. Зато штрафуют нас нечасто за двор. И всё нам на веку даётся хорошо, Но метафизику я в сапоге прошёл. Я завожу москвич, я еду не спеша, Снаружи он кирпич, внутри него душа. А без бою, как узнать, что стою, Так поёт солдат в строю. Песня становится судьбою, И я уже её пою. Василий Уриневский, Роман Бланкин, Во вторник и в четверг Я петь в ансамбль хожу, Я выпивку отверг, С курением завяжу, Мне говорят вокруг, Для сапога ты крут. А что заглохнув вдруг, Ребята потолкнув. Он мне как друг, как дом, Свидетель бед моих, И больше в нём одном Есть место для двоих По рекам всех дорог. Плыви, сапог плыви, И с ней где одинок Подни моей любви. А без бою, как узнать, что стою, Так поёт солдат в строю. Песня становится судьбою, И я уже её пою. А без бою, как узнать, что стою, Так поёт солдат в строю. Песня становится судьбою, И я уже её пою. И я уже её пою. Я всегда её пою. И я опять её пою. Я ещё её пою. И буду печь. Спасибо. Василий Левский. Роман Ангел. Спасибо. И Григорий Донской. Ой. Как и страшно. Я. Я. Какое же счастье, друзья мои, Что иногда собирается такая удивительная компания, С которой можно уехать, Общаться, Быть вместе какое-то время, Вместе куда-то ходить, На какие-то вершины. Конечно, я безумно счастлив, Что мне повезло Быть на этом фестивале. И на этом фестивале Приезжает сюда туда Великолепный человек, Удивительный альпинист Виктор Ковуненко, Который очень хорошо лично знал Юрия Васильевича Висбора. Поэтому я хотел бы начать Своё выступление с песни Нашего чудесного юбиляра Юрию Висбору Исполнилось бы 90 лет. 80 лет в этом году. Одинокий гитарист. Одинокий гитарист, В придорожном листах Тонкой свечкой Кипарису Между звёздами в окне. Он играет и поёт, Сидя, будто в чёрной раме, Море чёрное за ним При прожекторной луне Наш милейший рулевой На дороге нелюдимой И страдав без сигарет Сделал этот поворот Ах, удача Боже мой Услыхать в стране родимой Человеческую речь В изложении нежных нот Ресторан был пустой Две танцующие пары Два дружинника сидят Обеспечивая мир Одинокий гитарист С добрым гендарем на пару Поднимают к небесам Этот маленький трактин Витает, как и мой Христианская идея Видает, как и мой Христианская идея Если вдруг не повезло, Он играет и поёт, Всё надеясь и надеясь, Что когда-нибудь добро Победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, Если мы ему поверим. С этим веком наш роман Бессердечен и нечист, Но спасает нас ночи От позорного бездверья. Колокольчик под дугой, Одинокий гитарист, Но спасает нас ночи От позорного бездверья. Колокольчик под дугой, Одинокий гитарист, Субтитры создавал DimaTorzok Я невероятно счастлив от того, что в этот город приехал удивительный музыкант, Мой прекрасный друг, Великолепная флейтистка Татьяна Ларина. С Танечкой нас связывает по меньшей мере один альбом, Который мы записали вместе в десятом или в одиннадцатом? В одиннадцатом году. И сейчас мы для вас исполним несколько композиций из этого альбома. С мечтою о лете Хочется исполнить песню Юрия Центровского, которая называется «Флейта Моцарта». Вижу старый колодец, задопитый доской, Вижу я деревенский пейзаж, И наставням узор на подобный такой, И на сердце небесная плашь. Приплывает к поляне цикличет, И розовая монета встает на ребро, Голова стики почки танцуют хвостом, Воробей на миг ими грустит. В воды пламенный, байка шаль, Я подцветлив, Заводился на круги своя. Вот собака лежит, и бара, Перед ней может дружба, а может земля. Я стою посреди невеликой Руси, Облака губы граются на небеси, Богомольная улица тихо-хрехтя Зажигает лампаду в угла. Но внезапно над миром рождается гром, Электричество бродит в крови, А какой повсеместный и жуткий погром Нам устроитель я норовит. Мы с тобою бежим к разъяреной реке, Этикет нарушаем на мокном песке, Наше буйство разгул стихии Сродними стихия приветствует нас. Субтитры создавал DimaTorzok А когда модельки соберутся, В столбах некосы и ручей задрожат, И приезжий художник из низкой избы Торопливо набросит пиджак. Я пущусь перерезками в медленный путь, Чтоб от жаркого дня пооспить, отдохнуть, Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Я пущусь перерезками в медленный путь, Чтоб от жаркого дня пооспить, отдохнуть, Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Вечерник полет и от беды продать, При домах запасного шнему. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Despedimos для души» «Ц Tekна» «Н petroleum releasing radiator своим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сумеем мы друг другу обриспить, Что только ниточкой нас с ними успела соединить. И совершенно бесполезно пытаться порвать ту нить. Да, совершенно бесполезно пытаться порвать ту нить. Да, совершенно бесполезно пытаться порвать ту нить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Золотухин «Гитара» Друзья, хочу представить вам моего друга Игоря Золотухина Надо сказать, что он прошел большой путь в оберкинде, так сказать, музыкального От дворового гитариста, потом к року, к джаз-року Вот когда его юношей тогда и увидел впервые, мы подружились Потому что человеком необычайно жалантлив Потом он вообще... Наши пути разошлись, я театральной музыкой занимался А он отслужил 15 лет в оркестре Лундстрема Несколько лет у Толи Кролла в оркестре Вот... Да, давайте поаплодируем Потом вот в понедельник я был в джаз-клубе Где он с квартетом Агифа Садыкова Плюс Сергея Головня, потрясающий тенорист и флейтист Вот... Они обыгрывали программу, которую позавчера записали на пластинку А вчера мы погрузились в самолет и прилетели сюда Вот... Хочу вам его еще раз представить АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Аплодисменты. 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 С такой чудесной балладой Мы исполним для вас песню, которую надеемся исполнить не просто вот этим хором, стоящим на сцене Илья, пожалуйста, выходите, выходите Вы знаете, эту песню я буду петь не совсем от своего лица, потому что на далекой Амазонке я уже бывал Но, может быть, не всем так повезло, как мне Я надеюсь услышать ваши дружные голоса в этой песне, которую написал Виктор Семенович Бирковский и Михаил Синельников Стихи написал Греберт Киплинг и перевел Собоил Яковлевич Баршак Давайте уж согреемся под конец На далекой Амазонке не бывал я никогда Никогда туда не ходят иностранные суда Только Дон и Магдалина, быстроходные суда Только Дон и Магдалина ходят по морю туда Из Риверпульской гавани всегда по четвергам Суда выходят в плаванье к далеким берегам Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина Только Дон и Магдалина ходят по морю туда Никогда вы не найдете в наших северных лесах Длиннохвостых ягуаров, раненосных черепах Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей Такое изобилие невиданных зверей Из Риверпульской гавани всегда по четвергам Суда уходят в плаванье к далеким берегам Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина Только Дон и Магдалина ходят по морю туда А в солнечной Бразилии, Бразилии моей Такое изобилие невиданных зверей Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию Увижу ли Бразилию до старости моей Увижу ли Бразилию, Бразилию Увижу ли Бразилию, Бразилию 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 Ла-я-ла-я-я Ла-я-ла-я-ла-я-ла-я ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...